Встреча с прекрасными музыкантами, звездами мировой сцены. Дорогие телезрители, здравствуйте! Очередной выпуск программы «Рандеву» мы продолжаем знакомить вас ближе с интересными яркими личностями. Сегодня о себе профессия лично готов рассказать главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев. Вячеслав Стародубцев – главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Кандидат искусствоведения, был художественным руководителем театра драмы и оперы «Театр ДО», режиссером Московского музыкального театра «Геликон Опера», режиссером Центра оперного пения Галины Вишневской, педагог по актерскому мастерству и режиссуре факультета музыкального театра ГИТИСа, член Союза театральных деятелей России. Автор более 70 постановок в музыкальных и драматических театрах России, сотрудничал с ведущими оперными дирижерами, в качестве музыкального руководителя и режиссера музыкальных сцен работал над выпуском российских кинокартин, в том числе Достоевский, режиссер Владимир Хатиненко, Куприн, поединок, Григорий Распутин, режиссер Андрей Малюков, организатор и постановщик международных арт-проектов в Японии, Индии, Испании, Эстонии, Корее, автор лекций и образовательно-просветительских проектов, основатель театральной аллеи, посвященной выдающимся деятелям культуры Новосибирского театра оперы и балета, главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета с 2017 года. Вячеслав, здравствуйте! Очень рада сегодня встретиться с вами. Здравствуйте, Татьяна. Вы знаете, я посмотрела прошлое интервью, которое мы с вами записывали в 2017 году, и считаю, что это вообще несправедливо, встречаться нужно чаще. Согласен. В прошлый раз говорили как раз о премьере «Пиковая дама», телеканал УТС вел трансляцию спектакля, а в этот раз уже в рамках проекта «Рандеву» поговорим и о профессии, и о личном. У вас такая насыщенная творческая биография, что остается только пожимать плечами, удивляться и задавать вопрос, когда вы все это успели. Помните, в каком возрасте вы почувствовали, что творчество – это ваша стихия, и что вы хотите быть именно в этой сфере? На самом деле я не помню этого момента, потому что у меня такое ощущение, что я вот как родился, так и хотел заниматься театром. Вообще, что такое театр? Театр – это возможность как можно дольше оставаться ребенком. Вот мне кажется, в творчестве это очень важно – сохранить и свежесть восприятия этого мира, и открытость этому миру, и искренность. Надо видеть красоту, в общем-то, надо делать все то, что мы делали в детстве. Вы в одном из своих интервью сказали, что вам очень жаль людей, которые своего внутреннего ребенка потеряли еще в детстве. Как вы это чувствуете? Как вы это видите? Наверное, самым главным таким камертоном для меня является чувство юмора, и прежде всего чувство юмора к самому себе. Как только я понимаю важность всех мероприятий, спектаклей, всего-всего, как только у меня щеки начинаются надуваться, я понимаю, что надо немножко посмеяться над самим собой, и это меня всегда спасает. А помните, каким было ваше детство? Где оно проходило? Каким вы были мальчишкой? Я был мальчишкой самым обычным. Я из Тулы. Я родился в военной семье. Я очень горжусь этим, потому что я сам хотел стать военным, но вот ни с того ни с сего начал петь. И начал петь сначала в детском хоре, солнышко проснулось, мама улыбнулась, что тебе снится крейсер «Аврора». А потом таким, можно сказать, судьбоносным для меня явилась вообще встреча с моим педагогом Николаной Русиной, педагогом Дворца пионеров, Тульского Дворца пионеров. И, конечно, я помню то время, где мы творили, где мы чувствовали и были самими собой. Я знаю, что многие талантливые люди, которые состоялись и в профессии, и в творчестве, вышли из Тульского Дворца пионеров. А как ваши близкие приняли ваш окончательный выбор профессии? Ну, у них не оставалось выбора на самом деле, потому что с детства я пел, с детства вот у Дворца пионеров я и режиссировал, и это был музыкальный театр «Ронда», где мы ставили спектакли, и первая моя роль – это «Оловянный солдатик» в «Сказке подарок сказочника». И, конечно же, это первая моя книжка Ганса Христиана Андерсона, которую я просто, которую я зачитывался. И, кстати, одним из таких важных для меня спектаклей здесь в рамках детского репертуара, детского проекта как раз «Стойки оловянный солдатик». Вот здесь вот можем видеть буклет этого спектакля. Ну, вот все из детства, понимаете? Мне кажется, режиссер – это тот ребенок, который в детстве заводил толпу, играл в «Казаки-разбойники» и, в общем-то, продолжает играться и фантазировать. Потому что мы очень боимся фантазии. На самом деле фантазеры двигают время вперед, двигают эволюцию, и вообще фантазировать и мечтать надо постоянно. Вы единственный ребенок в семье? Нет, я не единственный ребенок, нас трое. У меня замечательный старший брат, который старше меня на 11 лет, сестра тоже старшая, тоже майор. Конечно же, я рос в такой дисциплинированной семье, мы занимались спортом. Для меня и сейчас это является таким важным аспектом моей жизни. Папа у меня был грандиозный, он был военный. Папа был великим человеком. Знаете, когда говорят «русский офицер», вот мы представляем каких-то людей из кинофильмов. Вот для меня папа был таким человеком, который заложил все самое ценное и настоящее. А мама любит творчество, она всегда готова на любые творческие эксперименты. И я очень рад, что я вырос в такой замечательной и творческой семье. Какие традиции от своих родителей, может быть, вы приняли, взяли и сейчас уже в своей взрослой жизни самостоятельной стараетесь соблюдать? Знаете, мы в веселых стартах семейных постоянно участвовали, ходили на лыжах. Да, то есть вот такая мама, папа, я, спортивная семья. Очень любили путешествовать, природу. Для меня сейчас тоже очень важным моментом является одушиной, можно сказать. Я люблю прогуляться по осеннему лесу, я очень люблю осень. Я люблю каждое время года, но вот осень для меня, когда наполняется все яркими красками, то есть там я беру какие-то силы, вдохновение. А самое главное, я считаю, что были заложены какие-то фундаментальные и очень важные основы мира восприятия. Можно называть их десятью заповедями, а можно называть, наверное, законами порядочности. Это очень важно. Конечно, очень важно воспитание, и все начинается с семьи. Именно поэтому, вот, например, год театра мы посвятили наполнению детского репертуара малой сцены. И мы выпустили достаточно много интересных детских проектов. Например, я очень люблю, когда у меня есть возможность смотреть детские спектакли и смотреть на глаза детей, потому что это, конечно, фантастика, как они реагируют. Но еще интереснее, как реагируют их родители и взрослые. Ты забываешь, да, на секундочку, что они взрослые. Да, и вот это самое важное. Вот это вот магия театра, вот это волшебство, вот это то, ради чего, собственно говоря, вот я и нахожусь в этой профессии. В 2006 году вы окончили ГИДИС по специальности актер музыкального театра, затем уже аспирантуру, защитили диссертацию по теме обучения мастерству актера и режиссуре оперы. Перспективный студент, молодой начинающий режиссер. Каким вы помните себя тогда? О чем мечталось и могу предположить, вы всегда были в центре внимания? Ну, в общем-то, не то, что я был всегда в центре внимания, я всегда создавал этот центр внимания, потому что я не мыслю о своей жизни без активной творческой позиции. ГИДИС – это фантастическое время, наш курс дружный, грандиозный, талантливейший. Я закончил мастерскую Митисанча Бертвана, это вообще человек, который сыграл очень важную роль, в общем-то, который и направил меня в режиссуру уже так осознанно. Я учился как актер, но и параллельно все равно ставил отрывки, самостоятельные работы. Я очень благодарен, что в моей жизни был, например, театр «Геликон опера». Я работал как солист оперы, исполнил более 15 оперных партий, но всегда-всегда хотел режиссировать. Я долгое время был ассистентом Дмитрия Саныча. Потом моя первая такая режиссерская сознательная работа – это была работа с Галиной Павловной Вишневской. Это, конечно, тоже легендарная личность и интереснейшее время. Как раз Галина Павловна, можно сказать, сыграла огромнейшую роль моего нахождения здесь, потому что она познакомила меня с Димой Юровским, с которым мы делали «Леджмак Бицетского уезда» в рамках фестиваля «Арастроповича». И вот потом уже Дмитрий Михайлович пригласил меня сюда в качестве режиссера. И на самом деле я даже не мечтал, что жизнь приведет меня, например, в Новосибирск. Жизнь соединит меня с Димой Юровским, с Галиной Павловной Вишневской, с Романом Григорьевичем Виктюком, с такими легендарными личностями, которые не просто оставили свой след в искусстве, в русской культуре, но и были для меня всегда такими проводниками во что-то великое. Это, конечно, встреча с Валерием Бесаловичем Гергиевым. На сегодняшний день уже, наверное, шесть спектаклей в Мариинском театре. С 2017 года вы главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Как ваша жизнь изменилась с того времени? Вы знаете, конечно же, жизнь изменилась круто. Я очень люблю Москву, у меня много интересной было работы, и, в принципе, до сих пор именно в Москве, но я влюбился в этот театр, влюбился в труппу. Здесь самая лучшая труппа в России, это факт, я могу спорить с кем угодно и отстаивать это мнение, потому что этот великий театр сам выбирает людей. Та атмосфера, которая здесь, ее нельзя ни с чем сравнить. Я знаю много театров, в которых я работал. Не только большие профессионалы и голоса мирового уровня, но и, знаете, вот эта сибирская порядочность, сибирский темперамент, сибирская честность, а их не найдешь нигде. Я практически бросил семью, я переехал сюда, я изменил свой образ мышления. Я всегда был тусовщиком, таким достаточно энергичным и ярким человеком в московской тусовке, но мне захотелось чего-то настоящего, чего-то искреннего, мне захотелось настоящего, неподдельного творчества, и поэтому я здесь. Свою первую сибирскую зиму помните? Конечно. Был культурный шок, холодовой. Ну, поскольку я все-таки занимаюсь спортом, и я помню эту зиму, я помню даже, в чем я сюда приехал, но, во-первых, это солнце. Это солнце, которое отражается в снеге, этот хруст, которого нигде не встретишь, хруст снега под ногами, мне нравится этот мороз, не знаю, меня он, наоборот, подстегивает и вдохновляет. Однажды сказали, что не любите медленных людей, и вообще все то, что останавливает вас на пути, поэтому и команду себе супербыструю, суперисполнительную подбираете. Значит ли это, что и само театральное искусство становится быстрее, лучше, больше, быстрее? Вот так сейчас, да? Такой же есть. Вообще жизнь становится быстрее. Но самая большая сложность, чтобы за этим темпо-ритм не пропало настоящее, ценное. Вот я всегда стараюсь основываться на фундаментальных каких-то законах театрального жанра, оперного искусства, но все-таки слышать современности, идти в ногу со временем, может быть, придумывать какие-то ходы на опережение. У нас очень технологичный театр, использование мультимедийных технологий, да, то есть у нас один из современнейших театров, фантастическое световое оборудование. Но все-таки я понимаю, что на сцене главное артист, главное человек. Для меня очень важно, чтобы на сцене была красота, чтобы зритель, пришедший в театр, увидел то, что он не увидит на улице. Конечно же, мы поднимаем современные темы, да, но для меня очень важно сохранить эту сказку и волшебство на сцене. Вячеслав, не могу не задать вам еще и такой вопрос. Критика вас обижает? Вы знаете, первое время, конечно, как-то я очень относился, очень болезненно. Но я, наверное, прошел этот период уже. Но я вам хочу сказать, конечно же, объективная критика подстегивает, да, к размышлению. Но для меня вообще искусство дело субъективное. Ну вот один, я не знаю, один любит, я вот всем этот пример привожу, один любит грушу, другой любит яблоко, третий любит арбуз. И мы все разные. И вот, когда я, например, сочиняю спектакль, создаю спектакль, да, для меня очень важно, чтобы мой спектакль имел отклик у разного зрителя. И вообще все, что я делаю, я не скрываю и горжусь этим, я делаю для зрителя. Потому что для меня главный зритель. И я вам хочу сказать, большей критики, чем я сам, я не слышал. Для меня очень важны отзывы зрителей. Для меня очень важны отзывы зрителей, первый раз пришедших в театр. Потому что моя задача влюбить в этот фантастический, удивительный мир оперы. Вот я считаю, что это главная цель. А те критики, которые, знаете, те, кто ничего не делает, тех не критикуют. Я считаю, что это самая большая ценность быть самим собой. Вячеслав, на чем сейчас работаете и какие сюрпризы зрителям ждать в новом театральном сезоне? Вы знаете, не хочется, опять же, раскрывать всех карт. У нас очень насыщенный и в этом сезоне план. В настоящее время мы работаем над интересным образовательным проектом. Потому что моя задача не только ставить спектакли, да, но вот мне всегда интересно образовывать людей, которые, может быть, еще не столкнулись с оперным искусством или столкнулись, но неудачно. Поэтому есть такой образовательный проект, мой авторский образовательный проект «Читаем оперу». Рассказываю, например, о операх Чайковского, о Пиковой даме, о Евгении Онегине. Рассказываю о разности литературного первоисточника и музыкального источника. Объясняю, что, например, «Пиковая дама» Пушкина и «Пиковая дама» Чайковского – это два совершенно разных произведения. Я хочу отметить, что просто фантастическая программа, которая называется «Пушкинская карта», где каждый студент, молодой человек в возрасте от 14 до 22 может бесплатно посетить по «Пушкинской карте» любой спектакль, выставку. И я считаю, это фантастика. Это такое как раз стратегическое культурное образование всего молодого поколения страны. И я думаю, что мы уже ощутили пользу от этой программы, но я думаю, что мы еще большую пользу ощутим в будущем. Да будет так. Вячеслав, сейчас я хочу предложить вам небольшой блиц. Это традиция нашей программы. Правила простые. С меня пятерка коротких вопросов. Отвечать на них нужно коротко и быстро. Хорошо? А после мы продолжим. Итак, лучшее качество вашего характера. О, Боже! Ну, у меня на самом деле не такой простой характер. Я очень требовательный. Но лучшее, наверное, качество. Я отходчивый. Прекрасно. Посоветовать или промолчать? Ваш выбор. Наверное, сделать все так, чтобы человек сам пришел к тому решению или тому выводу, который бы он сделал после моего совета. Стратегия. За что вам может быть стыдно? Стыдно. Вы знаете, ну вот это, наверное, одно из ценных качеств, которые заложил во мне папа и мама. Я стараюсь максимально, стараюсь делать все, чтобы мне не было стыдно. Мне не стыдно ни за один спектакль, ни за один свой поступок. Кем бы вы хотели стать на один день? Наверное, солистом балета. Интересно. И, наконец, в чем смысл жизни? Это самый простой вопрос. Смысл жизни в любви. Вот так, дорогие телезрители. В любви к профессии, в любви к людям, в любви ко всему живому. Спасибо большое. Мы продолжаем. И еще мне кажется, что вы могли бы стать прекрасным, модным стилистом или модельером. Потому что у вас прекрасный вкус и любите вы красоту нести в этот мир. Спасибо большое. Но на самом деле это тоже часть моей профессии. Я вам хочу сказать, что у меня даже было свое ателье. И я как модельер иногда работаю и в своих спектаклях. Например, я художник по костюмам спектакля «Дидона Иене», который идет на камерной сцене нашей. И вообще был период в моей жизни, когда я занимался этим. И делал, например, в Москве многие концертные костюмы для многих солистов оперы. Занимался свадебной модой. И в моих костюмах женились и выходили замуж. Удивительно. Я об этом не знала, не слышала. На самом деле, ну, мне нравится этим заниматься. Честно говоря, вот когда я был в Туле, я даже учился этому. У меня была такая Раиса Михайловна Андреева, с которой мы и занимались этим ателье. Потом мы сначала в Туле, потом в Москве. И, наверное, если бы я не стал опером-режиссером, я бы, наверное, стал дизайнером. Это факт. Насколько обширная у вас личная гардеробная? И как много времени уделяете на сборы? Слушайте, на самом деле, очень мало времени уделяю на сборы. И вообще вся моя гардеробная состоит из каких-то хаотичных вещей. Я не люблю ходить в магазин. Выбираю одежду по одному принципу, которым меня научила Роман Григорьевич Яктюк. Я говорю, Роман Григорьевич, вот как вы выбираете? Он говорит, заходишь в магазин, и вещь кричит «Слава, возьми меня!». Знаете, это, на самом деле, достаточно смешно, но это так и есть. И вот я, например, в магазин захожу, и я вижу, что вот так вот могу по периметру оценить обстановку, и вижу, что кричит, и что не кричит. И я не люблю даже мерить, но иногда приходится. Поэтому, на самом деле, я немного уделяю времени этому всему. Это хороший вкус. В этом секрет. Можно без примерки, и можно без особого просмотра и долгих поисков. Еще такой вопрос хочу вам сегодня задать. Может быть, он слишком личный. Кто ваша личная группа поддержки? С кем вы можете поделиться самыми сокровенными тайнами? Кто вас может видеть в разных состояниях и в разных настроениях? Вы знаете, моя группа поддержки, моя семья осталась в Москве. Но я хочу сказать, что и вот здесь я нашел тоже очень преданных друзей, больших профессионалов. Например, Ольга Колобова, Алексей Зеленков. Все мы знаем их как блистательных артистов, выдающихся, с выдающимися голосами. Но вот действительно, это те люди, которые мне близки. Татьяна Григорьевна Геневич, помощник художественного руководителя. Это тот человек с грандиозной биографией, с грандиозным пониманием театра, искусства, культуры. Это мои близкие люди здесь. Ну и, конечно же, моя семья в Москве. Вот не так давно появилась дача, которая называется «Усадьба любви». Вот там мы собираемся очень большой компанией. Всегда была мечта сделать такую театральную дачу, и вот она осуществилась. И там собираются мои единомышленники, мои любимые люди, с которыми мы что-то придумываем или с которыми мы просто молчим. Их немного, но вот они есть, и, конечно, в них моя подпитка, в них моя отдушина, в них моя жизнь. Но самое главное, когда я поступал в ГИТИС, Дмитрий Александрович Бертман сказал, что вы должны всем своим мужьям, женам, любовницам, любовникам сказать одно, что первое место всегда будет занимать театр. И я вам хочу сказать, что первое место занимает моя профессия и мой театр. И это не хорошо, не плохо, это факт, потому что я занимаюсь профессией 24 часа в сутки. И как только ты начинаешь корректировать приоритеты в сторону, например, личной жизни или своего личного пространства в профессии, тут же получаешь шилбан. Потому что театр, он не терпит конкурентов, он очень ревностный. И профессия режиссера и оперного артиста, и вообще артиста, конечно, это такое, как сказать, ну, может быть, пафосное, это такое самопожертвование. Ну, это так. Ну, это так. Большая эмоциональная составляющая, когда ты с каждым солистом думаешь о ролях на перспективе, вникаешь в его проблемы и личного характера. Потому что режиссер, тем более главный режиссер, должен погружаться во все процессы. Поэтому для меня очень важно сохранять атмосферу любви в трупе и все вопросы. И все мы решаем вместе абсолютно честно. Это, знаете, как в семейной жизни самое главное, разговаривать друг с другом и быть честным. Не затаивать какое-то там и что-то недоговаривать. Надо всегда говорить, мне нравится это, я хочу этого, я устал от этого, мне хочется этого. Вот, мне кажется, это и в семейной жизни, и в театральной жизни очень важно. Вы сегодня принесли с собой, как сказали перед интервью, один из талисманов или единственный талисман, футляр, чехол для очков. Расскажите, пожалуйста. Это чехол из Праги, его мне подарила, наверное, самая близкая женщина моей жизни, моя муза Аня Терехова. Вот он всегда со мной, мы раньше не так подолгу расставались, вот сейчас мы расстаемся на очень длительный период жизни. Это Моцарт. Моцарт – это как раз вот тот эталон, к которому я всегда стремлюсь, потому что он ребенок, он солнце, он человек, который намного предсказал свое время, и он оставался ребенком, мне кажется, до самых последних своих дней. И вот его самая последняя опера «Волшебная флейта», которая вот не так давно появилась в нашем репертуаре, это как раз песня любви, песня детскости, песня красоты, песня солнцу и песня детству и всему настоящему, что есть в этой жизни. О чем мечтает сегодня Вячеслав Стародубцев? Ну, во-первых, я мечтаю, чтобы периоды пандемии у нас не случались никогда, потому что, наверное, это самое грустное время, которое и самый грустный период нашей жизни, который в последнее время был у каждого из нас. Этот период научил нас бережней относиться к нашей профессии, потому что можно обойтись без очень многого, но без творчества, без театра нельзя обойтись. Мы были заперты в своих квартирах на очень долгий период. Мы пытались делать онлайн-проекты, да, и мы одним из первых театров, например, сделали онлайн-трансляцию балета «Капелли» в день театра, это как раз перед самой пандемией было. Но я вам хочу сказать, что ни один онлайн-проект не заменит живой кровеносной системы того кровообращения между зрителем и артистом. И это, конечно же, надо и артистам, и зрителям. Мы должны понимать, что театр будет всегда, опера будет всегда, музыка, она вечна. Музыка – это часть божественного, что есть на земле. Мы говорим, вот, а вот, как в детстве опять, а вот если Бог есть, то пусть вот этот столик сейчас упадет. И тогда мы поверим, что Бог есть. А для меня всегда было понимание, что Бог есть, потому что есть музыка. Семь нот, из которых складываются миллионы музыкальных произведений. Семь нот, которые каждого из нас погружают в себя, и мы переживаем, каждый переживаем свои какие-то эмоции. У нас появляются свои ассоциации, свои воспоминания. И это ли не часть Бога на земле? Мне кажется, как раз вот музыка, она и соединяет нас с чем-то высшим. Музыка – это и есть вот та форточка в небо, которая открывает эту связь с чем-то божественным, и связь с нашим внутренним миром, с нашим внутренним ребенком. Мы должны, конечно, понимать, что многие верят в одно, многие верят в другое, но вера в музыку, мне кажется, это наивысшее, что есть на земле. Наивысшее соединение с этим божественным тем, что есть там. Спасибо вам большое, вас очень приятно слушать. Я вас благодарю за интересное интервью, за то, что вы своим присутствием украсили наш эфир. Спасибо. Удачи вам и счастья в личном и в профессии. Спасибо огромное, очень хорошая программа. Мне кажется, что этот разговор очень важен сегодня, потому что мир меняется, и мне кажется, что после, опять же, пандемии мы стали больше ценить красоту и все настоящее. Спасибо вам огромное. Спасибо вам.